Сольный концерт Даниэля Зарецкого «Бах и музыка Парижских соборов», который состоялся в Петрозаводской государственной консерватории, познакомил зрителей с репертуаром именитых французских органистов и, конечно, одного из самых преданных этому инструменту композиторов Иоганна Себастьяна Баха. Король инструментов. Именно так называют за огромные размеры потрясающий диапазон звучания и уникальное богатство тембра в духовой орган. Двух одинаковых в мире не найти, каждый уникален и конструируется под конкретное помещение со своей акустикой. Поэтому для Даниэля подготовка к концерту начинается со знакомства с инструментом. Вот вы видите здесь вот эти ручки, рукоятки включения регистров. Для того, чтобы орган зазвучал, недостаточно просто, так сказать, включить мотор, чтобы начать накачивать воздух. Если вы просто будете нажимать на клавиши, ничего еще не прозвучит. Нужно сначала выбрать какой-то тембр, включить его, и тогда уже орган начнет издавать звуки. Либо звук может быть совсем другим. Или даже таким. Трудно переоценить сложность игры на органе. Помимо множества рычагов, регистровых рукояток и набора клавиатур, так называемых мануалов, он имеет несколько педалей. Но и это еще не все. Двух рук, чтобы исполнять музыку, недостаточно. Внизу тоже есть клавиши, на которых артист играет ногами. Мечта научиться играть на таком сложном инструменте у Даниэля появилась в раннем детстве. В свое время, в детстве, меня родители повезли на экскурсию в Ригу. Там, естественно, есть знаменитый Домский собор, и ни одна экскурсия не обходилась без вечернего концерта. Посещение органного именно концерта. И вот это на меня произвело, там, конечно, громадные впечатления. Были скуплены все тогдашние виниловые пластинки с записями органа. И вот мечта появилась, что, может быть, когда-нибудь мне удастся стать тем человеком, который всем этим может управлять. Мечта сбылась, и уже с 1986 года Даниэль активно гастролировал как по СССР, так и по зарубежью. Посетил с концертами почти все страны Европы, в том числе играл на том самом судьбоносном органе в Домском соборе в Риге. Побывал в США, Южной Америке, Израиле и Австралии. С 1996 года маэстро уже сам преподавал курс органа в Санкт-Петербурге. Но педагогическая деятельность и начавшаяся пандемия, к сожалению, отодвинули на второй план так полюбившиеся ему за время гастролей путешествия. Ну, вы знаете, раньше было несколько хобби, но сейчас действительно вот как-то основная деятельность пожирает все количество времени, особенно вот в силу нашей сегодняшней жизни при пандемии, когда и тот же образовательный процесс частично, переходит в онлайн-формат, а это отнимает еще большее количество времени, работа вот со всей этой техникой, где-то получается такая вампирская, что ли, составляющая, которая высасывает, так сказать, все силы и время, поэтому сейчас, к сожалению, просто не остается. На самом деле я люблю путешествовать, что-то узнавать новое, и раньше как бы вот профессия как раз позволяла это сделать параллельно. Сейчас как бы вот границы закрыты, эта часть тоже как-то ушла, и, в общем, это жалко, конечно. Зато перенестись за границы не только страны, но и времени дает возможность органный концерт. Через уникальный голос короля музыкальных инструментов зритель погружается в удивительную атмосферу Европы 18-19 веков. Илья Лопухин, Варвара Ермоленко, служба новостей.